Добрый день, дорогие телезрители! С вами я, Ларина Сукуева, и в эфире новый выпуск программы «Якутия. 20 лет в 21 веке». Мы продолжаем анализировать итоги первого 20-летия нового тысячелетия и обсуждать с нашими гостями, как изменилась Якутия и какой она вступила в новый век. Сегодня героем нашей программы станет генеральный директор Целевого фонда будущих поколений нашей республики Владимир Егоров. Владимир Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! У вас физико-математическое образование. Скажите, вас всегда тянуло к точным наукам? Действительно, тяга к точным наукам. Она у меня была с детства. Наверное, первое памятное такое событие произошло в этой части, когда я во втором классе учился в школе при Белоярской атомной электростанции Свердловской области. И на неделе математики меня признали лучшим математиком. Дальше я помню, что после третьего класса ко мне попала в руки такая замечательная книга Якова Перельмана «Занимательная физика». Я все лето с упоениями ее читал, составил различные эксперименты из этой книги. Ну а далее участвовал в различных школьных математических олимпиадах. В районных, вот в 7-8 классе занимал первые места, занимал призовые места в областной олимпиаде. Ну и далее поступил одновременно в две заочные школы при Московском университете и при Московском физико-техническом институте. И потом уже после таких многоэтапных вступительных испытаний попал в физмат-школу при Московском университете. Ее окончил, поступил на Мехмат, закончил аспирантуру и там же защитился. Вот такой примерно мой путь был в физико-математическом образовании. В нашей республике традиционно очень сильная физико-математическая школа, и одной из ее особенностей является высокий уровень преемственности. А почему именно математические науки стали ключевыми в нашей республике? Может быть, это особенность нашего характера? Может быть, есть такая гипотеза действительно, да. Но вот я связываю больше, наверное, с достижениями наших выдающихся людей. Вот, прежде всего, Михаила Андреевича Алексеева, нашего народного учителя СССР, который в 60-е годы был основателем физико-математического движения. И, как мы все знаем, сегодняшние лидеры науки, технологий, да, они в основном выпускники вот этой знаменитой Верхневолюзькой физико-математической школы. Ну, в том числе глава нашей республики также, да. У нас в республике сильное это направление, наверное, это заслуга наших выдающихся педагогов в 60-х годах. А какие перспективы открывает физико-математическое образование для ребят из нашей республики? И, как вы думаете, в каких сферах они будут более востребованы? Якутия претендует на такое лидерство в России в сфере IT. И, конечно же, сфера IT, та сфера, где базовым является вот именно такое физико-математическое образование. Поэтому, думаю, что вот то, что мы преуспели в этом направлении, и дает основу для того, чтобы двигаться успешно в направлении развития IT-индустрии. Какие, на ваш взгляд, качественные и количественные изменения произошли в сфере образования за последние 20 лет? И, как вы думаете, изменилась политика поддержки в сфере образования? Конечно, если брать практически все сферы образования, то за эти 20 лет республика значительно продвинулась. И, прежде всего, в части доступности образования. И, получается, за эти 20 лет построено уже больше 200 школ. Причем в различных районах нашей республики. Сегодня, если проехаться по республике, то можно увидеть, что даже в маленьких населенных пунктах стоят великолепные и красивые здания современных школ. И эти школы являются таким, можно сказать, центром жизни населенного пункта. Ну и в части и среднего профессионального, и высшего образования также довольно-таки много сделано. Сегодня внедряются современные технологии. Можно сказать, в СПО сейчас очень сильно развивается уже внедрение таких современных мастерских. Новая инфраструктура совершенно появляется. Ну а высшее образование, допустим, буквально на днях у нас здесь прошел форум федеральных университетов. Именно в Якутии, куда приехали довольно-таки известные люди, включая президента Академии наук российской. О вузах вы заговорили. За последние годы вузы нашей республики стали привлекательными для студентов из Дальнего Востока. Как вы думаете, как этого удалось достичь? И какими были представлены вузы тогда, вот 20 лет назад, и какими мы видим их сегодня? Те изменения, которые произошли в высшем образовании, они сказались и на нашей республике. То есть, действительно, если 20 лет назад было очень много различных и маленьких вузов, которые давали зачастую такое сомнительное образование, то сейчас те вузы, которые сегодня дают образование, они уже являются такими действительно флагманами образования. Вот, скажем, наш северо-восточный федеральный университет, он же стал уже более 10 лет назад федеральным и, соответственно, является флагманом всего образования на Дальнем Востоке. Ну и, конечно же, я считаю, что будущее за тем, чтобы наши вузы развивались в направлении и цифровизации, да, и в направлении такой более тесной работы над проблемами региона. Поэтому я считаю, что вот, действительно, наш вуз северо-восточный федеральный будет не только флагманом образования, но и всего развития нашего общества. Насчет цифровизации сейчас активно она внедряется в систему образования. Как вы считаете, сможет ли цифровая образовательная система полностью, ну или хотя бы на какой-то процент заменить обычные уроки? Да, конечно, вот то, что произошло в 2020 году, оно могло навеять на такие мысли, что действительно пришло такое цифровое дистанционное образование. И скоро мы все, собственно говоря, станем свидетелями того, что исчезнут обычные педагоги, да, но этого, конечно же, не произойдет. Будущее будет, наоборот, я считаю, за более качественным таким очным образованием, плюс к этому качественно-дистанционное образование. Развитие инфраструктурных объектов в сфере образования также остается в приоритете. Сегодня, мы знаем, ведется строительство учебного корпуса Малой Академии Наук. В чем ее предназначение и роль в развитии потенциала школьников Якутии? Какие специальные программы в ней будут внедрены? Ну вот Малая Академия Наук, она и задумывалась так, как учреждение, которое может давать такой повышенный уровень образования, прежде всего такого дополнительного и в естественно-научном направлении, да, и гуманитарном для тех школьников, которые, конечно же, не могут получить такой самый высокий уровень образования у себя на местах, да. И вот когда мы построим уже, это будет в этом году, да, новый учебный корпус Малой Академии Наук, который будет оснащен по, можно сказать, по последнему слову техники, да, будет порядка десяти лабораторий по различным интересным направлениям, да, современным, тогда вот наши дети из каждой, как бы, точки республики, да, могут соприкоснуться вот с современной наукой, с современными технологиями, да. Какие еще подобные объекты появятся или уже появились? Появляются вот в рамках национального проекта образования, ну, не скажу, что подобные, да, вот в этом направлении, да, это и точки роста, и IT-кубы, и кванториумы, да, вот детские технопарки, но вот такой самый большой интересный объект у нас появится уже в рамках нашей, республиканской, это парк будущих поколений в городе Якутске, в котором мы сможем давать образование в области креативных индустрий, в области креативной экономики, развивать такие творческие навыки детей. В Якутии не раз говорили о формировании благоприятной экосистемы для раннего всестороннего развития детей, да, что под этим подразумевается, и как вы видите развитие региона в этом направлении? Да, конечно, вот сегодня очень такой популярный подход, это экосистемный подход, когда не такая жестко управляемая система сверху, да, а система, в которой каждый элемент экосистемы является таким самостоятельным компонентом, который развивается, связывается с остальными, да. Основой для всего этого должно быть именно раннее развитие детей. Мы создали сейчас лабораторию, и скоро будем утверждать ее план деятельности. Лаборатория называется «Лаборатория гармоничного развития детей, лаборатория детства». Вот, и, соответственно, мы будем проводить там исследования для того, чтобы на экспертном уровне уже реализовать проекты именно в младшем возрасте, дошкольном возрасте, да, это будет фундаментом, на котором мы можем строить уже такое инновационное школьное образование, да, ну и далее уже работать с самыми такими активными ребятами уже в студенческом возрасте, да, поэтому получается такая своеобразная пирамида, в основании которой лежит вот именно работа по гармоничному всестороннему развитию детей, начиная с самого раннего возраста. Вот такие у нас планы, да. Ну, раз вы затронули проект «Лаборатория детства», он уже начал свою работу, и, например, я знаю, еще недавно в партнерстве с нашим университетом стартовали курсы повышения квалификации для педагогов. Какие первые итоги уже можно сделать, и какие задачи поставлены в будущем? Уже проводим различные мероприятия, в том числе вот провели в прошлом году под эгидой «Десятилетие детства» мы провели конференцию, да, инвестиции в раннее детство, основы развития. И, соответственно, уже у нас есть ряд партнеров, которые готовы работать и в направлении развития задатков и способностей детей, в направлении, наоборот, такого, можно сказать, реабилитационной или, можно сказать, восстановительной работы с детьми, которые, наоборот, отстают в своем развитии, да. Ну и также вот мы проводим исследования вместе с Московским государственным университетом, исследования такие лонгитюдные, то есть длящиеся в течение длительного времени, исследования, как же в современных условиях развиваются наши дети, да. А сейчас уже проводятся различные повышения квалификации наших педагогов, действительно, да, чтобы в этой экосистеме, да, раннего всестороннего развития работали педагоги, квалифицированные, понимающие, как нужно работать с детьми, да. А интеллектуальный потенциал нашей республики весь мир наблюдал на международных интеллектуальных играх, которые Якутск провел в 2018 году, сейчас регион готовится к следующим играм, они пройдут в следующем году. Вот как вы думаете, на что в этот раз нужно сделать упор? Да, сейчас как раз-таки указ главы уже вышел о том, что игры пройдут в 2022 году, идет работа над концепцией, и мы думаем, что вот сейчас у нас игры пройдут уже не только в очном формате, да, но и будут иметь и дистанционную часть, да. При этом мы считаем очень важным вовлечь вот в это такое, можно сказать, научное, исследовательское творчество, да, как можно больше наших детишек, и поэтому вот дистанционная часть, она позволяет больший охват. И, соответственно, мы думаем, что вот совместно с нашими партнерами, а сейчас у нас достаточно много партнеров стало, и с российского уровня, да, и международного, мы сможем сделать охват максимально большого количества и стран, и регионов, и, конечно же, постараемся охватить практически каждого ребенка нашей республики. А сами ребята, они чувствуют азарт, интерес, когда вот участвуют в этих играх? Да, конечно, игра это всегда интересно. Нельзя сказать, что игра это всегда, как говорится, кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Скажем, девочки, играя в куклы же, не определяют, кто из них победитель, да, поэтому мы придумываем различные форматы, да, при которых каждый поучаствует и получит вот свою долю интереса. А в конце нашей программы мы каждому гостю задаем три специальных вопроса. Вы готовы, да? Да, конечно. Так, главная черта характера настоящего якутянина? Я думаю, это такое упорство в достижении своих целей. О чем никогда нельзя забывать в Якутии? Я думаю, что в Якутии никогда не забывать, нельзя забывать о том, что ты не один, о том, что есть вокруг тебя люди, которыми нужно налаживать отношения, им помогать всегда, да, и, собственно говоря, за счет этого мы здесь все выживаем на взаимной помощи друг с другом. Если вы проснетесь в Якутии через 20 лет, что вы увидите в окно? Я думаю, что я увижу в окно действительно прекрасную нашу Якутию, место, где хочется творить, жить, мечтать и звать гостей. И я думаю, это будет самое прекрасное место на земле. Спасибо, Владимир Анатольевич, за то, что поделили своим мнением о развитии нашей республики. Эфирное время программы «Якутия. 20 лет. 21 веке» подошло к концу. Я, Ларина Сукуева, с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующее воскресенье на телеканале НВК Саха.